итак ну что друзья всем привет проверяем слышимость и видимость если меня хорошо слышно если вы видите перед глазками презентацию чат тогда естественно боевые веселые плюсики чтобы я понял что у нас все супер никаких проблем забот хлопот не приквакиваний ничего такого отдельного самое важное чтобы была хорошая слышимость а то естественно что это онлайн вебинар получится все вижу вижу первые плюсики здорово у нас будет такая небольшая мы считать задержка чем нас больше тем она естественно меньше это такая интересная особенность ютуба но это ни в коем случае не отразится на нашем с вами вебинаре то есть даже если она будет чуть-чуть там побольше это ни в коем случае меня не смущает ну что давайте познакомимся с кем еще не знаком зовут меня окадочников алексей я являюсь фронт-энд разработчиком я работаю в данном направлении уже более семи лет а также я являюсь преподавателем на портале geekbrains уже на протяжении двух с половиной лет а может быть даже и больше мне очень нравится и одна и вторая часть то есть это действительно тот интересный момент когда ты не думаешь о том что ой как я не хочу идти на работу как мне это все не нравится тебе нравится фронт-энд потому что это такой творческий момент мы преподавание заставляет расти развиваться и естественно улучшаться так сейчас несколько таких вводных моментов чтобы не возникало вопросов которые меня отвлекают но они такие штатно стандартные мне потребуется группа поддержки которая знает уже ответы на вопросы будет здорово если вы сможете ответить вне как говорится моих отвлечений но если что-то вдруг я вижу остается без ответа то я естественно подскажу и так буквально пять минут вводной информации для того чтобы нам было комфортно так будет ли отличаться от прошлогоднего будет потому что в прошлогоднем геквике я рассказывал как как я верстаю а сегодня у нас уже инструментов больше я буду показывать как в них работать то есть я понял что смысл даже не в том что я создаю что-то и вам это нравится вот действительно вы не понимаете как я это делаю вебинар длится не очень долго то есть здесь все зависит от усталости и я понимаю что на геквике очень сложно просидеть и прослушать всех там преподавателей хотя они все интересны то есть если вам интересно смотрю ли я да я смотрю это действительно здорово даже если мы говорим про два вебинара ты начинаешь думать как бы посмотреть и один и второй но мне веб разработка ближе поэтому я понимаю что можно выбрать в итоге вебинар где-то будет длиться час плюс ответики на вопросы но тут все зависит от тех же самых вопросов и как быстро я смогу рассказать тот самый у тебя так что-нибудь новое ну примерно этот вебинар будет рассчитан сразу на тех учеников которые проходили у меня обучение для новичков которые ничего не знают но самое главное это чтобы вы прошли хотя бы интенсив по веб разработке то есть вы понимали как строится сайт я не буду показывать как создается там индекс html как создается ставил css как связывается что такое html что такое css сколько я работаю в geekbrains уже более двух с половиной лет записи обязательно будут они действительно будут доступны для скачивания то есть любой момент можно будет посмотреть пересмотреть то есть не нужно будет меня спрашивать ой-ой-ой я там не услышал повторите еще раз а потом еще пять раз так как у людей достаточно много то мне важно чтобы вы действительно задавали вопросы по существу то есть у нас не болталка у нас так что ну вот что-то хочу написать начинаю писать пишите максимально четкие ясные вопросы и по существу то есть вопросики из разряда у алексея вот мне кажется что фронтен сейчас не популярен они ну естественно беспочтные и они больше отвлекают чем помогают то есть максимально четко по тому материалу который я рассказываю а потом уже можно будет поболтать чтобы я не отвлекался то представляете да у меня дергается левый глаз на чат я быстренько пытаюсь это прочитать я стараюсь все четко рассказать и в итоге сбился и там и сям глаз дергается вряд ли вам нужен такой преподаватель так вопросики давайте в определенное время программы я буду показывать несколько мы как раз о них сейчас поговорим ну естественно если качество ютуба подводит правый нижний угол нажимаем шестереночку и там естественно выбираем то самое качество вижу несколько моих учеников дорогой любимых очень приятно что вы смотрите данные вебинары я в основном как раз и нацелен на всех 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 учеников потому что этот вебинар будет полезен для движения вперед потому что что то я могу рассказать подробно на обучении а что то нужно будет где-то подглядеть вот это те самые подглядки которые необходимы что что у нас будет сегодня то есть давайте определимся с планом урока и самое главное зачем вам это может потребуется может вообще не туда пришли может вам это вообще там и не нравится и не подходит и не там бесполезно основной моей задачей является научить учеников создавать сайт вот создание сайтов это действительно такой творческий процесс и за счет чего вы действительно создаете сайты вы создаете что-то отдельное свое вас это вдохновляет это все очень рады теперь давайте взглянем с другой немножечко стороны и это естественно работодатель работодатель это тот человек который привязан все равно каким-то дедлайном человек который ну действительно помогает распределяет улучшается компанию и в итоге вы к нему привязаны что нам потребуется нам потребуется создавать сайт создание сайтов занимает какой-то промежуток времени если это занимает какой-то промежуток времени то мы стараемся его мы будем считать с каждым годом почему у нас там программисты более значимый то есть он может выполнить ту или иную задачу быстрее и если быть точнее даже никому не пристает то есть у него нет такого такой задачи у этого спросила этого там еще дернул, с тем поговорил и так далее. В итоге основной моей задачей является не просто научить создавать сайты, а создавать их быстрее. Вот один из самых популярных инструментов, которые я показываю, это визуальная верстка. Ну, я говорю вот так вот, будем считать, вскользь. Я вообще очень редко останавливаюсь на теме визуальной верстки. Я говорю, что да, это круто, да, это здорово. И вот смотрите, насколько это здорово. Но на самом деле сейчас инструментов для визуальной верстки уже очень много. И в итоге один ученик хочет выбрать один вариант, второй, второй, третий, третий. И это нормально. Вот, например, я показываю, как кодить в редакторе кода Brackets. Хотя работал в таком замечательном редакторе, как Sublime Text, более года. И ни в коем случае не возникало у меня никаких проблем. Также, ну, например, сейчас я связан с WebStorm больше. Почему я не показываю там на WebStorm? Все равно у каждого ученика свой какой-то вариантик. Я понимаю, что им будет комфортнее именно этот редактор кода. Но рассказать про другие действительно стоит. Вот сегодня рассказ будет посвящен именно визуальной верстке. Итак, кто вообще не знаком, что такое визуальная верстка, вот как раз я начну рассказ с Photoshop. Потом перейду как раз к ней, чтобы вам было, естественно, понятно. Итак, с чего начинается процесс создания того же сайта? Если мы говорим о таких самых простых нюансиках, ну, не бывает такой истории, что к вам пришел человек и говорит, сделай-ка мне сайтик побыстрее, до завтра, чтобы был готов интернет-магазин. Вообще, чтобы получился интернет-магазин, нам действительно необходимо несколько человек. И самый первый человек, который вступает в работу, это дизайнер. Верстальщик пока сидит и ждет. Верстальщик не ринется в бой, пока не готов макет. В итоге мы очень привязаны к таким базовым моментикам, как макет. Итак, работа с макетом. Вы получили макет и пытаетесь его открыть. В чем вы открываете макет? Ну, и здесь самая популярная программа, это, естественно, Photoshop. Photoshop практически там везде, Photoshop действительно здоровский. Сейчас поговорим о его плюсах-минусах. И вы больше ничего не видите, вам и так все подходит. Откуда вы там знаете про Photoshop? Скорее всего, этот макет создавался в Photoshop. И получается, что если макет создавался в Photoshop, то проще всего открыть тот же самый Photoshop и доставать из него стиль. Поэтому в данной истории и в данной ситуации ты даже не задумываешься о других программах. А на самом деле, там первая программка, которая тебе встречается, из такой альтернативы, она, ну, страшная, что ли. Это что-то из разряда гимпа. Если мы в гимпе и откроем наш макет, то такая медвежья услуга, что ли, все открылось, все работает и очень похоже на Photoshop. Но, внимание, он, ну, будем считать, не так оптимизирован, как Photoshop. Он на русском языке, ну, это не то чтобы минус, это плюс. Но это вас привязывает к какому-то редактору кода, который действительно не популярен в вакансиях. Хорошо, все-таки мы вернулись к вакансиям, все-таки мы определили, что Photoshop нужен. Итак, давайте как раз о нем поговорим и взвесим его плюсы-минусы. То есть цель моего вебинара – взвесить все плюсы-минусы каждого варианта. И в итоге, чтобы вы сделали вывод самостоятельно. В итоге, чтобы вы пришли к тому или иному вариантику, который вас больше всего радует. Итак, Photoshop. Какие у него есть плюсы? Он очень популярен. Вот я даже задавался однажды задачкой, где-то чуть ли не два года назад. Я полез на HeadHunter и в итоге выбрал там HTML, CSS, искал, что требуется работодателю. В итоге работодателю требуется в 98 вакансиях, которые я нашел. Мне было не лень найти 100 вакансий. Да, понятно, что это не выборка, да, понятно, что это не стопроцентный результат, но все равно 98 вакансий, которые я нашел, были с Photoshop. Оставшиеся две, потому что я выбрал, естественно, 100 вакансий, которые меня там заинтересовали, например. И оставшиеся две были с тем же самым гимпом. И даже если так совсем пригираться, то в одной из этих двух было написано гимп и в скобочках Photoshop. То есть если ты хочешь, то можешь использовать Photoshop. По факту получается, что популярность Photoshop просто зашкаливающая. Никто больше ничего особо не видит. Но что требуется работодателю? Чтобы вы знали данный инструмент. И он так сильно к этому привязан, потому что не знает, что без Photoshop в принципе уже можно верстать. А то и вообще забыть про данный Photoshop и не задумываться над ним. Но работодатель от вас его требует. В итоге изучить его действительно нужно. Но его не нужно изучать досконально. Вы не должны создавать макеты. Вам необходимо просто с этим разбираться. Ну и естественно, это проверенный временем. То есть другие верстальщики, они уже привязаны к Photoshop. Они все время работали в Photoshop. Это вот самое стандартное явление, будем считать, у людей. Ты выполнял те или иные действия, и через пять лет тебе говорят, что ты их выполнял неправильно. И человек сразу негативно на это все реагирует. Ну как так? Да просто вспомните своих там маму, папу, бабушку, дедушку. Да, у всех старшее поколение. Старшее поколение не готово воспринимать там та помощь, которая уже есть. Ты там говоришь, да ну я не буду платить за коммунальные, куда-то там ходить на почту. Это уже не серьезно. Можно вот прям с телефона тынк, и вот уже вроде бы оплатил. Но что делает бабушка? Она такая, так-так, где мы квитанции, раз, быстренько побежала на почту. В итоге вот почта и бегание туда-сюда, это у нас Photoshop. И получается, что он проверен временем, люди к нему привыкли, и это его такие отдельные плюсики. У Photoshop есть минусы, естественно, я перечислил не все, но чем больше ты работаешь с визуальной версткой, тем больше ты видишь минусов у Photoshop. Он действительно не создан для верстки. То есть если вы начинаете его изучать, вам необходимо просто там пробежаться вот буквально по каким-то отдельным фрагментикам, и я бы сказал, это чуть ли не 5% фотошопа, тебе даже смотреть на все не надо. Я бы для верстальщиков вообще сделал какой-то интерфейс, что, там, не знаю, зачеркивает такие элементы, которые помогают исправлять или редактировать как-то макет. Да, вы можете все, там, не знаю, переделать, но зачем тогда дизайнер? Получается, что вы или выполняете работу дизайнера, или вообще портите работу дизайнера, вообще здорово. То есть смотришь на дизайн, думаешь, классная, красивая кнопка, давай-ка себе ее красной сделаю, бах-бах, и залил ее красной, а у нас там стилистика вообще ближе таких в фиолетовых тонах. Тебе кажется, хорошо, дизайнер просто волосы дыбом прибегает, глаза по 50 рублей, что произошло. Нам не нужно редактировать макет, вот просто нужно запретить эту возможность, и в итоге в фотошопе такого запрета, естественно, нет. Как мы определяем стили? То есть нам в макете дизайнер оставил огромное количество подсказок. Ну, просто все, что нам нужно, это обратиться к этим подсказкам. Но как мы достаем наши стили? Мы просто их, ну, простите, конечно, через пень колоду мы их достаем. Вот они вообще не созданы для того, чтобы быстренько их достать. Ты понимаешь все параметры из макета, но там есть значение ширины. Как он тебе это подсказывает? Линейку бери, выбирай, так, все, нашел значение ширины, молодец, добавляй. Плохо. Ты нашел значение цвета, он тебе просто предоставляет саму циферку. Это опять же плохо. Нужно быстрее, нужно привязываться. Определение цвета, определение размеров, даже доставать картинки, все плохо. Вот дизайнер создает макет. Он, ну, создал, будем считать, такой вдохновляющий. Все нравится, все круто. Но тебе нужно быстро достать оттуда картинки. И как это сделать? То есть все равно ты будешь, ну, не сразу же получать эти картинки. Тебе нужно применить те или иные действия, которые в дальнейшем тебя, ну, будем считать, откинуть назад, потому что ты делаешь это долго. Так, незапретные изменения свойств. Ну, опять же, вот нам это, ну, не так важно. То есть если, конечно, дизайнер прям хитрец и решил там половину заблокировать, это плохой дизайнер, и мы не рассматриваем таких историй, потому что он, скорее всего, сидит рядом и получит по шапке за то, что он добавляет какие-то там замочки. Хорошо. Переходим к визуальной верстке. Именно о ней я и хочу поговорить. Мы взвесили Photoshop плюсы и минусы, но не нашли золотой истины. Мы не понимаем, что же все-таки нам необходимо применить. Итак, нам необходимо применить визуальную верстку. И теперь подсказка для всех учеников, которые у меня проходили обучение, или, может быть, сейчас там на трансляции, может быть, там в дальнейшем. В визуальной верстке уже, ну, будем считать, несколько проектов. И я, естественно, сейчас покажу одни из самых популярных, потому что их еще больше. То есть я к этому очень привязан, я это постоянно просматриваю, но нам нужно сейчас определиться. Поэтому для визуальной верстки я выделил именно три проекта, таких топовых проекта, которые, ну, постоянно используются в той или иной компании, там, переходят на визуальную верстку. И прошу любить и жаловать, три проектика, которые мы рассматриваем сегодня. Это Zeppelin, второй вариант Avocode и Extract. Вот посмотрим, какие лучше, какие хуже, какие плюсы-минусы, естественно, вам это необходимо. И потом я там в завершении презентации покажу, как использовать. И один, и второй, и третий вариантик, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было понятно. Как таковой верстки, как такового создания макета сегодня не будет. То есть нам для этого и, в принципе, ничего не требуется. Тут пригодился бы следующий вот вебинар, там как раз похоже. Итак, с чего мы начнем и взвесим вообще всю визуальную верстку. Плюсы. Нельзя исправить макет. Это такой, ну, относительный плюс, но действительно здоровский. Вот истории жизни, я ее постоянно рассказываю, что я исправлял макет, просто работал целый месяц, исправлял половину макета. В конце месяца мне сказали, ты что, блин, совсем ты тут сидишь, прохлаждаешься, смотри, сколько дизайнер сделал, а у тебя только пол макеты готова. В итоге дизайнера похвалили, хотя он сидел, ничего не делал, а я такой весь, самый крутой, там, применяю, добавляю, исправляю. А это все неправильно. Поэтому в данной ситуации нам действительно не нужно ничего трогать. Так, 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 Алекс, я сказал, что визуальных версток много, и мы останавливаемся только на одних. Экстракт, да, это асетс, асетсовский. В асетс находится экстракт. Работы со стилями. Работы со стилями у нас просто захватывающие. Работа со стилями здесь не вызывает никаких сомнений. Ты просто нажимаешь на элемент, и ты получаешь все стили. И они написаны очень, как говорится, правильно. Вот это самое главное, потому что ты сам привязан к самым простым нюансам, к самым простым фрагментам, и они почему-то, ну, будем считать, человеческие факторы. Когда ты вместо color пишешь, там, color случайно, там, написал две буковки L. И у тебя, например, редактор кода, и ты не поправил, все, пиши, пропало. И эту ошибочку можно искать достаточно долго, что в большинстве своем неправильно. Работа, естественно, у нас с картинками. Ты нажал на картинку, ты сразу же можешь ее скачать, сразу же получить, и сразу оптимизированную. Это тоже огромный плюсик для нас. То есть ты работаешь с картинками не на этапе нарезки макета, а просто нажал и скачал. Так, работа с цветом. Ну, естественно, цвет вытаскивается с любыми параметрами, даже если это там фоновое значение в виде там рамочки, если это какое-то значение тень, если это градиент, он тоже все это подскажет. В фотошопе просто душу продать надо, чтобы все это получилось и достаточно быстро. Так, стили пишутся правильно и еще с кроссбраузерностью. Нет, Валерий, вообще кроссбраузерных стилей как таковых у нас, естественно, нет. То есть он не сделает так, чтобы и там, и там заработало. А по поводу HTML-фской разметки, она для всех моментов бывает разная. То есть что такое сгенерировать HTML-фскую разметку? Если вы верстаете и я один и тот же сайт, у нас 100% разная разметка получится. Вот тут получается, что у всех те или иные нюансики. Невозможно сгенерировать то, что каждый там верстальщик создает по-разному. Разметку. Да-да-да, есть выводы от Михаила. Хорошенький. Ну что, есть и минусы. Минусы у визуальной верстки, естественно, существуют, но они для нас, может быть, не такие значимые. Итак, первый минус – это популярность. Она вообще не популярная, и я встречал несколько, ну, будем считать, работ, когда ты приходишь и говоришь, я буду пользоваться визуальной версткой. Я знаю, в принципе, Photoshop, но мне ни в коем случае неудобно в нем работать. Я буду использовать там экстракт, например. А тебе говорят, ты что, какой экстракт, ну-ка быстро иди-ка отсюда. Нам, естественно, не требуется таких возможностей. Мы должны идти в ногу со временем. Точность. Да, у визуальной верстки есть погрешность, и это, не знаю, там сейчас время надо запомнить. Вот 18-20, 14 ноября, 18-20 буду там подсказывать в видеозаписи. Точность у визуальной верстки все равно хромает. Вот идеальной точности от такого инструмента не добиться. Тут нужен идеальный макет. Все равно он не создается идеально из-за того же самого Photoshop. Такие небольшие погрешности, которые выводят нас не в стопроцентный результат. Он будет почти идеален, но те или иные значения все равно иногда придется поменять. Не забудьте об этом. Это очень важно. Так, border radius, например, то же самое там свойство. Вот оно не поддерживается в шестом, по-моему, интернет-эксплойере. Вот как это должно быть кросс-браузерно. Он пишет border radius, а для интернет-эксплойера используй картинку или как. Ну, то есть тут не добиться. Вы про префиксы. Да, префиксы он в некоторых, по-моему, визуальных версток расставляет. Цена. Да, естественно, какие-то инструменты бывают платные, какие-то бесплатные, и об этом нужно знать, понимать то, что они там решили суперглобальный бесплатный проект сделать, это не есть хорошо. Ну что, давайте определимся на каждом из них. И я остановлюсь на одном, сравниваю плюсы и минусы, показываю на практике. Остановлюсь на втором, плюсы и минусы показываю на практике. Чтобы вы знали, как пользоваться каждым инструментом в визуальной верстке. Начнем мы с Zeppelin. Zeppelin – отличный инструмент, вот действительно, на мой взгляд, он один из которых сейчас набирает популярность. То есть Zeppelin действительно вдохновляет, что не может не радовать. Побежали по плюсам, потому что вам не терпится это увидеть, вам не терпится понять, что использовать. Вот он момент сравнения и, естественно, плюсы. Zeppelin бесплатный, но я бы дописал, что почти бесплатный или в большинстве своем подразумевается платность, но бесплатный на моменте тестирования. Момент тестирования нам более чем достаточен для начала верстки. Если вы работаете с одним проектом, для вас Zeppelin будет бесплатным. Один проект – это даже, может быть, несколько макетов и так далее. По факту, если мы получаем, ну, просто такой шикарнейший функционал, то для момента тестирования, для момента работы с тем или иным элементом нам более чем достаточно. Потом вы выходите на работу и вам, опять же, никто не говорит, что у нас тут 50 проектов, тебе нужно будет доплатить за 49 оставшихся. А работа – это уже совсем другое. Он очень удобен. Да, действительно, здесь такой сам по себе интуитивно понятный интерфейс. И мне даже нравится, что он видит взаимосвязь элементов, что крайне редко там встречается в авокоде или в таких вариациях, как экстракт. То есть я сравниваю со следующей визуальной версткой, которую мы будем сравнить. Кроссплатформенный – то, что я его там устанавливал и на Windows, и на MacOS, никаких проблем с этим не возникло. Причем у него даже есть и приложение, и вебовские. Понятное дело, что если у нас есть браузер, он открывает, то все хорошо. Но приложение, тут бывают сложности, бывает привязка каким-нибудь яблочком, и все. Хоть ты, не знаю, там крутись, вертись, ничего у тебя не будет. Здесь, конечно, отличный функционал. Так, про эпоху и не про 70, видимо, есть какие-то рассуждения. Друзья, надеюсь, я ничего не пропустил. То есть я не отвлекаюсь и пока рассказываю про материал. Так, ну, естественно, это скетч. Да, конкурент. Ну, не то, что вы конкурент, а вот прям такая победа над фотошопом. В плане веб-разработки это, естественно, скетч. Да, теперь сайты создаются в новой программе, которая очень удобна, которая создавалась специально для создания сайтов. Тут вне сомнений. То есть, ну, как можно что-то сравнивать, если у вас есть там автобус, который может и людей перевозить, и мешки с картошкой, и там просто, если вы там торгуете чем-то, еще куда-то что-то возите, или какую-нибудь там новенькую Феррари. Мешки с картошкой нельзя, там, мол, людей там много не перевезешь. Это не минусы. Это то, что тебе там необходимо. Ты участвуешь в гонках или тебе нужно поставить какие-то скоростные рекорды. Автобус тут не сравнится. Поэтому скетч с фотошопом я не буду сравнивать. Это, мы будем считать, разные инструменты, которые в чем-то одном сходятся. И в фотошопе, и в скетче можно создавать сайты. Вот и в Феррари, и в автобусе можно перевозить людей. Вот только где-то будет там комфортнее, где-то менее комфортно. Точно так же и здесь. Хорошо, если работают с скетчевскими вариантами, вот здесь прям отличные показатели, потому что я говорил, что в фотошопе есть погрешность. Вот в фотошоп хорошенький, все здорово, но минусы не совсем точно. То есть все равно где-то, где-то да он ошибется. В скетче там практически стопроцентный вариант. То есть вот четко тебе представляется там 30 пикселей отступов, все, ты это все видишь. Так, сайты или макеты сайтов можно создавать в фотошопе. Ну, естественно, это макеты. То есть такая больше приирка к словам. Надеюсь, для других это не критично. Хорошо. Что же у нас все-таки из минусов? Потому что здесь обязательно нужно видеть эти минусы. Картинку, если она спрятана под другой картинкой. Например, Крикой сейчас я буду показывать, поэтому обязательно сможем посмотреть. Необходим фотошоп. Да, для работы с Zeppelin нам необходим проект, который с чем-то связан. Я бы даже уточнил, что не только фотошоп, а сам графический редактор. Вот в чем вы создали макет? Вот вы создали в фотошопе, все, значит, нам нужно запустить этот Zeppelin и перекинуть или связаться, такими простыми словами рассказываю, с нашим Zeppelin. И точно так же будет со скетчевским вариантом. То есть он фактически перегоняет макет в удобный внешний вид для верстальщика. Монтажная область, то есть не каждый про это знает. Сейчас уже смотрел, когда проекты новые создаются, уже используется монтажная область, но она не всегда есть. То есть в старых каких-то отдельных макетах ты не можешь вообще запустить этот Zeppelin, потому что у тебя ничего не работает. И вообще Алексей что-то показал, а у меня почему-то не запустилось. Вот сейчас будем разбирать эти такие подковырки. И необходимо привыкнуть, то есть ты все равно какой-то вот этот вот комфорт, который вроде тебе все удобно, но удобно только после того, как привык. Вот это, естественно, мы относим к минусу. Перенос самокета из скетча в Photoshop. Скетч я, естественно, запускать не буду. Я больше чем уверен, что здесь если кто-то и работает со скетчем, то он ближе к дизайну, а зачем ему тогда верстка? И там данный инструмент не так близок, будем считать, к тем или иным фрагментам, которые мы сейчас там изучаем. Итак, что у нас есть? У нас есть отдельные приложения, и выглядит это все вот в таком, будем считать, просто шикарнейшем внешнем виде. Это отдельное приложение, которое я себе скачал, которое распространяется там бесплатно, установили себе, скачали, почему бы и нет. Теперь как же все-таки его запустить? То есть я вроде бы запустил, вроде бы все заработало, но для начинающих ничего не понятно. Да, это, естественно, учебный макет, это самый простой макет для стартового этапа. То есть вот проще, чем или доступнее в данной ситуации я, конечно, не встречал. Ну, если мы не берем только какой-то самописный. Чего ответили? Алекс, то, что скетч есть не у всех. Получится, что я сейчас затрону просто 1% всех учеников и потрачу 10 минут там своего времени. Не своего, а вашего времени. Что, естественно, будет нелогично. Что будут сидеть и делать 99% оставшихся людей. Что мы делаем? Что у нас есть? Не знаю, что нам важно. Отключил направляющие. Естественно, они нам не помогают. Вот вы открыли ваш макет. Открыли его в Photoshop. Если у вас есть макетик, у вас все работает, вы выбираете там окно, здесь расширение и Zeppelin. Это такой вот стандартный момент, когда все запустилось. Но начнем с самого первого. Zeppelin, например, не установился. Ну, вот нет у тебя данного расширения в Photoshop. Что мы делаем? Мы запускаем расширение, не расширение, а отдельное приложение. И он прямо здесь, когда у нас нет ни одного проекта, подсказывает, что вот этот плагин необходимо установить именно в Photoshop. Вот прямо в центральной части. То есть я сейчас этого не смодулирую, у меня, естественно, он установлен. Но просто нажимаем на кнопочку «Плагин» и он устанавливает его дополнительно в Photoshop. Тоже бесплатно, тоже ничего не требует. Что из таких микронюансов, микрофрагментов? Photoshop должен быть обязательно закрыт и, естественно, он у вас должен быть установлен. А то получится, что у вас в Photoshop в принципе нет. Хорошо. Установили данное расширение. И что после этого? После этого вы переходите в ваш Photoshop и в вкладочке «Окно». Может быть, у вас английский или русский, надеюсь, Windows знаете. Выбираете расширение и нажимаете «Зеплин». «Зеплин» — это отдельное окошко, которое можно будет открыть. То есть оно просто появляется как отдельный функционал. По-моему, оно где-то вот здесь, с самого начала. И вот у нас есть бешеная привязка именно к монтажной области. То есть вот у меня есть такой-то проектик, все вроде бы хорошо, и я нажимаю клавиши «Экспорт». Но клавиша «Экспорт» поначалу не работает. То есть нам необходимо понять, что же такое монтажная область и откуда она там у нас появляется. Поэтому вы берете ваш весь проект, выделяете все элементики, нажимаете правой клавишей, и здесь есть монтажная область из слоев. Ну, это такой самый простой, самый какой-то древний, ну, будем считать, как это, с палкой, с дубиной бегу, но самое главное, что работает. Создаем монтажную область. Во всех таких, там, отдельном будущем, при создании новых макетов, при создании новых монтажных областей, у дизайнера это все должно быть по определению. То есть сейчас большинство дизайнеров работают именно там в монтажной области. Но это, опять же, разница. Тут есть те, кто вообще не работает, есть те, кто вообще не знает, но пока мы к этому стремимся. В итоге у меня получилась монтажная область, и с монтажной областью он как раз уже работает. То есть если у нас есть монтажная область, мы можем нажать на клавишу экспорта. То есть он экспортирует в Zeppelin. Теперь данный макет может переехать к нам в Zeppelin. Вот в этом и есть как бы минус того же самого Zeppelin, что ты вообще не понимаешь, как же все-таки этот проект очутился у меня в расширении. Все, в итоге он появляется здесь, вот она, монтажная область 1, как назвал, так и появилась. И при нажатии на ваш там макетик она открывается. Ну что, поздравляю, мы достигли нужного результата, все у нас получилось, мы довольны как никогда. Смотрим плюсики. То есть а вдруг кто-то не знает того, что же все-таки отличает работу с макетом через визуальную верстку и через Photoshop. Ну, начнем с самого простого и банального. Вот как бы нам определиться вот с этим элементом. То есть что нам потребуется, чтобы понять, как эта система там, не знаю, работает? Ты сразу начинаешь путаться, ты сразу начинаешь думать, что так, ну, наверное, есть значение цвета. Где мой инструмент-пипетка? И бегаешь здесь такой, где ты, где ты, где ты. Ну, может, вот это. Ну, хотя, да, значение цвета. Да, определилось. Нажал, определил 4, 4, там, 5, 1, 6, 2. Хорошо. Определил. Куда это значение заносить? Как тебе со всем этим работать? Мол, цифра-ка есть, куда ее добавить не знаешь. Ты выбираешь там, например, работу с текстом. Нажал, выбрал там текст. Текст в его момент. Он тебе подсказал, что это ареал, регуляр, там, 60 пикселей. И ты можешь вынести отдельной там вкладочкой свойства. Ты вроде бы все видишь. То есть и значение цвета есть, и начертание там шрифта, размер шрифта, расположение шрифта. Все, в принципе, есть. То есть ты информацию получаешь. Но теперь представьте, если я захочу создать вот подобного рода блок. Начнем с самого простого, вот с этого синего блока. Ну, работать я буду в брекетсе, потому что он самый такой оптимальный для верстки. Я создал индекс HTML, создал style.css, разделю сейчас на две части. И, ну, естественно, рассказывать, как создавал индекс HTML и style.css не буду. Это все было в интенсиве по веб-разработке. Если вы его не прошли, это бесплатно, то есть обязательно проходим, чтобы я не останавливался на самых базовых моментах. Итак, мы создаем, ну, блок. Сейчас семантику я не применяю. Я просто буду создавать там отдельный div, и будет он product. Div product. Div — это блок, product — это его там название. Вот, чтобы создать стили для данного элемента, я записываю точечка product, и для него, ну, естественно, стили. Photoshop мы не будем пользоваться, то есть он нас, естественно, не вдохновляет. И теперь я просто нажимаю там на элементики, на подблоки, и что он знает? Он знает практически все. И причем он знает это так хорошо, что это лишний раз тебя заставляет задуматься над тем, что же все-таки необходимо сделать. Тебе необходимо создать блок быстро. Итак, смотрим. Он мне говорит, что я вижу вот такие стили. Но это просто подсказки. Вот не забывайте, не нужно воспринимать элемент как что-то такое там 100%. Это не 100%, он просто вам подсказывает. Если хотите, вы можете пользоваться Photoshop. Вообще, может быть, идеальное составляющее воспользоваться Photoshop в комбинации с визуальной версткой. Так, запись, хорошо. Хорошо, но все получилось, но в Zeppelin, вебинар в порталах, хорошо. Решится вопрос размером текста. Сейчас в основном переводит единицы. Да, он переводит единицы, то есть у нас есть возможность выставить абсолютно любые настройки. То есть для данной составляющей не очень важно. Итак, я просто там скопировал стили. Он мне, кстати, подсказывает, что есть отступы. Отступы там справа, отступы слева и отступы снизу. Поэтому я добавляю. Сеть стиля, кстати, он мне даже с названием классов подсказывает. То есть бывает, добавляет название класса, а потом пишет его здесь. Из названия слоя, да, Alex. То есть здесь будем надеяться на супердизайнера. Здесь, естественно, не супердизайнер, потому что бесплатный макет просто, который находится в интернете. Все, он добавил все эти элементы. И давайте посмотрим, что у нас уже получилось и получилось ли. У нас создался вот такой-то блок. И неужели это не здорово? Давайте только добавим отступы и центрируем элементик. То есть нам этого явно не хватает. Создадим родительский блок контейнер. Родительский блок контейнер внутри дополнительный элементик. Контейнер мы... Центрируем. Контейнер мы центрируем. Марджин 0 авто. Марджин 0 авто – это центрирование элемента. И, кстати, кстати, в визуальной верстке нам необходимо еще определиться с шириной всего там макет. То есть я нажимаю на самую большую область. Вот он мне говорит, что самая большая – 1280 на 2863. И эти значения я также могу отсюда копировать. Копирование – это очень удобно, потому что ты предостерегаешь себя, от очепяток каких-то, каких-то нюансиков, когда ты просто банально перепутал вот эти две буковки последними местами. И потом ищешь полгода эту ошибку. Так, ну, естественно, если здесь есть значение ширины, то это не есть хорошо. Можно что-то удалять, можно что-то исправлять. То есть это все зависит исключительно от нас. То есть в идеале не нужно задавать значение ширины и высоты для данного блока, но мы больше смотрим на демонстрацию. Так, паддинг. У нас будет 50 пикселей. Нет, даже не так. Сверху 0. Справа и слева по 50 пикселей. И снизу 23 пикселя. Где я взял эти значения? Я выделил этот блок. И смотрите, слева 50, сверху 0, справа 50 и снизу 23. Вот эти значения я перенес вот сюда. Это внутренний отступ. Ну и, естественно, возвращаемся мы с вами в браузер, обновляем страничку, и вот он, идеальный наш блок. Сколько я бы, ну, простите меня, корячился, если бы создавал подобного рода блок в фотошопе. Это было бы очень сложно долго. Сразу относительно можно, он сам это знает. То есть я сейчас буду это тоже показывать. Настройка существует. Ну, давайте такой вот первый экскурс в Zeppelin. Плюсики, если все понятно. То есть я разобрал абсолютно вот прям с нуля, когда у вас ничего не установлено, когда вы такой зелененький и просто только пришли и хотите попробовать Zeppelin. Вы первым делом устанавливаете его из интернета, просто нажав там в гугле Zeppelin. Потом, естественно, устанавливаете расширение, если не заработало там в фотошопе. Потом выделяете или создаете монтажную область, если она не создана. Ну, самые такие сложненькие моменты. И потом получаем стили. Получаем стили, причем даже с классами. Переход из фотошопа к Zeppelin. Я единственное, что сделал там в фотошопе, это нажал окно, выбрал расширение Zeppelin. Вот оно у меня включилось. И экспорт. Все, вот теперь он у меня уже существует там. На экстракт сильно похоже. Михаил, это и есть визуальная верстка. То есть это, ну как сравнить, брекет с атомом очень похоже. Ну, и тот, и тот отвечает за редактирование кодов. Ну что, переходим к нашему следующему герою, потому что у нас их целых три. Будем еще сравнивать. Я еще буду возвращаться, если надо. И это авокодия. Вот здесь, как получается, визуальная верстка начала взлетать, подниматься. Мне кажется, первым был экстракт. Но авокодия, авокадо я видел прям практически сразу. То есть просто он, когда появился, у него первым делом проявился минус. Ну и сейчас поговорим. Он очень функциональный. Мне кажется, вообще один из самых функциональных, потому что у него есть такие возможности, как работа сразу с припроцессорами, сразу с несколькими припроцессорами. То есть, например, в экстракте он SCSS полюбит только, а в авокодии он полюбит еще и SAS, еще дополнительные какие-то там, естественно, этих улучшений миллион. Почему бы нам не использовать их? Он тоже кроссплатформенный. То есть есть отдельная приложенька, которую можно себе скачать на компьютер. Это ни в коем случае не сложность. И вебовский вариант. Вебовский вариант, получается, заработает у всех. Так, скетч, работа со скетчем у нас, опять же, входит в его обязанности. И ни в коем случае не проблема. Ну и очень много настроек. То есть вы можете его полностью настроить под себя. Что-то отключить, что-то добавить. Вот в экстракте у тебя все открыто, и ты такой, хочу убрать эти элементы, а он тебе это не разрешает. Ты говоришь, хочу перенастроить эти элементы, а он тебе это не разрешает. В авокоде он с легкостью справляется у тебя с любыми настройками, и это, естественно, не радует. Какой припроцессор? Ну, тут сложно сказать. Мне кажется, это SaaS, наверное. Но многие компании уже используют что-то другое. Вебинар, ну, где-то еще минут 20 плюс вопросики. Минусы. Минусы, естественно, существуют. Тут вне конкуренции нельзя создать идеальный проект, потому что все равно начнут придираться. Он платный. Он действительно платный, причем, ну, прям очень платный. По-моему, они просят 9 долларов в месяц, что для веб-разработчика, топового веб-разработчика. Это, естественно, не проблема, если ты работаешь в компании, это не проблема. Но для чего-то такого из разряда, ой, хочу для себя там создавать сайтики, нет, нет, ни в коем случае. То есть здесь ни в коем случае не заработает вот так вот все-все-все-все всегда бесплатно. 14-дневная бесплатная версия, опять же, не то, не сё. Ну, что можно успеть за 14 дней? Сверстать один сайт, потом понять, что нужно платить и расстроиться. Ну, тут, естественно, всякие хитрости там существуют. Естественно, много каких-то плюшек, бонусов, много, все у нас лисицы. Но если люди говорят об одном, то я, естественно, не привязываю. И не очень подходит для новичков за счет того, что он функциональный, за счет того, что у него там много тех же самых настроек. Тех же самых там припроцессоров. Ты не видишь этих плюсов. Ну, как ты будешь применять припроцессоры, если ты только-только пришел в верстку? Получается, что этот плюс для тебя выпадает. А они там, ну, будем считать, коррехтели и пыхтели, чтобы создать что-то такое действительно стоящее. Ну что, смотрим. И показываю уже вебовский вариант, потому что нам нужно как-то комбинировать. В Zeppelin будет то же самое. Итак, вот он, Zeppelin в вебе. Точно так же там открываете макетик, точно так же там, не знаю, нажимаете. Те же самые параметры, естественно, он мне выдает одни и те же составляющие. Вот точно так же есть и авокодовская. Итак, опять же, начинаем с нуля. С чего вы стартуете? Вы заходите в Google и вводите авокодию. Все. Он вам выдает официальный сайт, и вы нажимаете попробовать бесплатно. Вот у меня сейчас тоже бесплатная версия, я там пользуюсь 9 дней, получается. Нажимаем попробовать бесплатно, вводим там email. Больше он, по-моему, с вас ничего не требует. Ну, там имя, то есть каких-то суперподтверждений здесь нет. Система здесь очень похожа на экстракт тем, что перед тобой открывается облако. Я, кстати, даже не знаю, насколько оно объемное, то есть сколько сюда можно загрузить проектов. В облаке экстракта там, понятное дело, есть ограничения. Здесь я не удавалось забить его до бесконечности. Что мы делаем? Мы находим наш проект. Вот у меня есть макетик, который я открывал в фотошопе. Вот он у меня. И просто drag-and-drop, ну, самое оптимальное, схватить, перетащить. Вот смотрите. Его можно схватить, перетащить, и он у нас там, не знаю, загрузится, применится. Все. Все. В итоге drag-and-drop спасает нас, и мы можем сюда закинуть проект. Я его уже, естественно, закинул. То есть я не был бы в восторге, если бы мы здесь все сидели и ждали, пока я загружаю проекты из одного элемента в другое. Закинули сюда проектик. Нажимаем двойным щелчком. Он обрабатывает все картинки, там все какие-то подэлементы, которые существуют. Ну, будем считать, обрабатывает наш файл. Ну, вот видите, не очень долго. И здесь он, ну, будем считать, выглядит дальше аналогично. Аналогично тому самому элементу, что мы видели до этого. Вы можете нажать на любой блок, и у нас уже есть те или иные параметры. Ну, я бы сказал, такой проект или подход к расставлению элементов может быть у них немножко другой. Вот смотрите, я нажимаю на всю синюю область, и он мне подсказывает ее параметры, шейные высоты. Тот подсказывал с отступами. Ну, естественно, значения не меняются. То есть 50 здесь, там 50 здесь, там какие-то сколько там, ну, даже 59 здесь. Он все определяет один в один. Давайте воспользуемся уже авокоде и добавим там product name, например. Я нажимаю на любой элемент, абсолютно любой элементик. И что я здесь вижу? Первым делом он мне предоставляет текст. Ну, кто из вас готов был это там, не знаю, все перепечатывать? И так понятное дело, что никто не перепечатывает, даже в фотошопе никто не печатает. Ты нажимаешь на элемент и копируешь оттуда текст. Но все равно это не так удобно. Здесь просто один клик. Выбрал элемент, кликнул, все, текст у тебя есть. Ну, начнем с product name. Все, я кликаю на элементик и добавляю его себе в brackets. Вот у меня здесь есть заголовочек какого-нибудь третьего уровня, control V. Product name. Хорошо. Помимо всего прочего, у этого элемента, естественно, есть свои стили. И тебе очень, ну, как-то муторно это все добавлять. Так, простите, чуть-чуть подвинул элементик. Итак, все стили, естественно, представлены под моим текстом. Здесь можно копировать все. Нажали. Или вот как раз настройка. Вот нажмите настройку, если вы действительно прям профессионал. Вот можно найти самую гибкую настройку, что, мол, тебе не нравится, как написано, хочу стили больше. Какие-то general, что нужно там подсказывать. Может быть, тебе не нужно подсказывать там значение ширины, не нужно подсказывать значение высоты. Хочу перенастроить все эти проекты. Но тут уже определяйте сами. Я копировал все стили. И их добавляю для... Давайте, через вложенность мы никаких... И будем использовать методологии и так далее. То есть, чтобы вы не подумали. При новой сатам мне, естественно, заголовка не нужна, потому что он зависит от текста. А вдруг здесь завтра будет написано только продукт или суперпродуктный. Все. В итоге он нашел все стили. И самое главное, что он их нашел, ну, будем считать, очень там хорошо и качественно. Пока еще нет. Пока не нашел. То есть, я вижу... А, это он для этих элементов. Для H3. Естественно, для H3 внутри, share1. Давайте сейчас скопирую. Опять же. Так, так, так. Добавил для заголовка H3 внутри. Я что еще нашел? То есть, сам подвох или самая особенность, когда здесь не появляются стили, тебе от этого, ну, как минимум, там, неудобно и некомфортно. Ну, и дальше избавимся от обычного обтекания. Можно, ну, каким-то бедовским способом, чтобы нам ничего не мешало. Вообще, на самом деле, можно воспользоваться звездочкой. Звездочка. Это обнуление стандартных отступов. Вообще, лучше reset, formalize, reboot. Но у нас разговор, естественно, не об этом. Вот он, product name. И, внимание, посмотрите, как он написан. То есть, все стили уже есть. Ты, опять же, кликаешь на любой элемент, и у тебя получаются все стили. Все. В этом и есть особенность визуальной верстки. А теперь давайте вспомним, что я видел в фотошопе. Да я просто здесь ужаснулся. Я просто не поверил глазам своим. То есть, у меня есть. Да, он все знает. То же самое подсказывает. Но насколько это, как говорится, эффективно записывать самому, тем более, если ты начинающий верстальщик, я не знаю. Вот я, например, текст shadow там не разглядел. А тебе нужно было это все. И давай доставай. Он мне подсказывал не просто значение цвета. Да, он выявил, что это беленький. Да, я могу это все получить из фотошопа. Мол, нажимаешь на значение цвета. Вот он тебе подсказал, что это FFF. Но куда это писать? Ты, ну, задумываешься. В итоге, за счет вот таких вот элементарных копирований, ты получаешь просто шикарнейший результат. Ты ни в коем случае не отстаешь. И создаешь свой сайт, получается, быстрее. В этом и есть плюс визуальные верстки. В этом и есть, ну, будем считать, уже разрыв. С верстальщиком, который использует старый инструмент. Я не хочу сказать, что все, это старое, последнее выкидываем, применяем новое, но это действительно так. Так, а шрифт в данном случае не совсем такой, как в макете. Он определил, что это определенная разновидность шрифта. И в итоге ее нужно скачивать. То есть мы не подключаем сейчас шрифт. Вот он действительно такой. Я в данной ситуации, там, фонфемили, он там по всему макету такой, рекомендую подключить, например, к бате, чтобы не было у каждого элемента дублирования. Так-то можно, конечно, там применить стандарт, чтобы это заработало. Так, вернемся к нашему макету, посмотрим, что у нас, естественно, получилось. Ну, например, это вот такие особенности. И в итоге ваша верстка перерастает в что-то большее. Ваша верстка перерастает в творческий процесс, когда ты не мучаешься на этапах. Ой, там разновидность какой-то шрифта. Ой, я там тень упустил. Ой, тут вот здесь надо было то записать, а я перепутал буковки местами или написал неверно. Зачем? Ты копируешь, добавляешь, тебе нужно только расставить элемент, тебе нужно получить макетик. А теперь представьте плюсы, которые у вас есть в целом от работодателя. Работодатель видит, что вы верстаете намного быстрее, чем другой предыдущий верстальщик, который использовал Photoshop, например. Он может предоставить вам больше макетов и с большей задачей справляетесь. Ну и для вас, естественно, это дополнительная денежка. Точно говорю, что если вы верстаете вместо одного макета два, вы получаете в два раза больше. Отступ не показал. Вот смотрите, нажимаете на любой элемент и дальше смотрите вообще любые параметры. То есть я нажимаю на... не нажимаю, а просто веду на верхний элементик. Он говорит, что слева 50 и сверху 50. Я могу сразу же подсказать, какой отступ будет до белого элемента. Справа там 344 пиксели. Снизу 51. Это же выставляется самостоятельно. То есть он такие вещи не записывает, потому что позиционировать элементы мы можем как угодно. Так, вот что у нас есть. У заголовка H3. Паддинг, ну, например, тех же самых там 50 пикселей вообще вокруг элемента. Ну, например. Все, в итоге там он у нас отодвинулся. И, кстати, у нас был паддинг у шера. То есть в данной ситуации паддинг у шера не нужен. Ну, например, так. То есть примерно таким образом мы и верстаем все особенности, все параметры для нас. Ну что, общие итоги по авокоде, с чего мы начинаем. Его можно попробовать, он действительно просто... Тогда не нужен. Да, Юрий, все верно. Float left. Это в данной ситуации я убирал скопывание, но потом понял, что это стандартный отступ. Сейчас за счет float left у нас там ничего не поменяется. Вы можете попробовать данный вариантик. Он очень удобен, потому что здесь все, во-первых, наглядно. То есть можно выбрать каждый элемент, можно расстояние, чтобы он мне подсказал любые. Также есть инструмент, там, пипеточка, чтобы скопировал эти значения цвета. Даже можно нарезкой воспользоваться и там двигать наш макет. Все слои у нас перед глазами я могу там выбрать, выбрать, я сказал, давайте, кого мы... Вот этот элемент выбрать и убрать его. То есть все еще и будет работать. Flex и гриды, конечно, есть. То есть выбираете любые блоки. Теперь представим, что у нас работа с картинкой. Ну, например, вот эта вот картиночка. Что у нас из такого приятных особенностей, как скачиваются картинки и визуальные верстки. В фотошопе это, опять же, ну, бывает удобно, бывает не очень, но здесь есть экспорт. Вам необходимо нажать на любую картинку. Ну, например, эта картинка, я понимаю, что это прямоугольник со значением цвета. И нажать экспорт. Поэтому здесь я, естественно, вижу там JPEG, SVG, какие-то улучшенные варианты. То есть в данной ситуации это будет там JPEG, один к одному и нажимаем экспорт. Вот и все. То есть чтобы скачать картиночку из макета, ты получаешь вот просто пару секундный вариант. Все, скачайте себе картинки, и они у вас заработают. Кстати, не уточнил по поводу Zeppelin, а там вообще хитрый подход. В Zeppelin'е картиночки выбираются вот таким образом. То есть вы изначально определяете, что вам нужен белый блок, например, и маск. Синий блок, вот он его нашел. Маск, например, вот эти элементики, вот этот маск. Это просто он сразу же, сразу же все их добавит, все их выведет как какой-нибудь. Так, Muse точно не то. То есть здесь вы можете верстать любые проекты, а в Muse там все-таки есть привязка. Все. В итоге мы с вами разобрали еще и второй инструментик, который уже называется Avacode. Что его, так будем считать, отличает? Нажимаем шестереночку, и вот он, выбираем, например, по припроцессорному варианту. То есть он даже очень там, даже с каким-то свифтом сможет там подружиться андроидом, там, лесовский вариант. То есть все-все-все там супервариакции у нас есть. Картинки скачиваем мгновенно, стили получаем мгновенно. Расстояние между элементами находим мгновенно, гибкая настройка, все уже написано за вас. Что может быть лучше? Копирование CSS не очень качественное. Валерия, ну не то, чтобы не очень качественное, мы просто знаем вот стили. Опять же, меня больше всего текст, наверное, пугает или раздражал в предыдущих вариантах. Вот вы нажали там на тот же самый текст, и мы знаем о нем параметры. Но ты не жаждешь нажимать на вот этот элементик и записывать color 333, например, или font-size 16 пикселей. Тебе, во-первых, нужно помнить эти свойства, а во-вторых, ты еще можешь допустить элементарные очи пятки. При копировании ты их, естественно, не допускаешь. Вот в этом разница. Ну что, переходим к моему самому любимому. Вот спрашивали, что же все-таки мне нравится. Это экстракт. Он почему любимый? Потому что самый первый, сейчас он, естественно, ну, простите, но загибается. Почему они хотели его сделать платным, и они сделали его платным? Но этот момент для тестирования. То есть при тестировании тех или иных особенностей мы можем им пользоваться. Так, по правой кнопке на элементе копировать CSS. Это вы в авокоде имеете в виду? Вот здесь вот... Это же вебовский вариант. Может быть, в программке работает, но в вебе он мне предлагает прям, вы считаете, не то, что нужно. Что такое экстракт? Заходим на asets.adobe.com. Давайте эту часть я вам скопирую. То есть авокадо и zeppelin можно найти чуть ли не мгновенно, а с asets можно не совсем быстро. Там, естественно, нужно залогиниться. Логин обычный, а адобовский. То есть почему бы и нет? Но для нас, естественно, необходимо понимать вот какие факторы. Если вы не залогинены, это обычное облачко. То есть логинимся, но не переживаем, что это где-то отдельно, что-то такое опасное. Адобовский продукт, адобовское облако, это, естественно, будем считать максимально безопасно. Что здесь? Здесь нажимаем на раздел файлы, и в разделе файлы у вас там пустота. Пока ничего нет. Да, избрекицы убрали. Ну и, естественно, drag and drop здесь я вообще там не добавлял, схватил и перетащил. Точно так же, то есть как я показывал в авокоде, как у нас было до этого вот в этой версии, здесь показывают с нуля. Итак, перетащил сюда, вот он мне его, соответственно, увидел. Говорит, добавлено. Нажимаем на элементик, нажали, все опять же работает. Он определяет, что это за макет, как он создан, какие у него там параметры. И вот он, экстракт. Итак, третий инструмент, это экстракт, показал, как открыть элементик. И давайте вернемся к презентации, поговорим о как раз экстракте. Экстракт, он бесплатный. То есть вот он ничего от нас не требовал и, надеюсь, не будет требовать. Облако, адобовское. И это отдельный плюс, потому что ты можешь его открыть где угодно. У меня было таких ситуаций, ну, штук 20. Когда ты пришел в гости, тебе говорят, что нужно что-то исправить, и ты можешь на чужом компьютере фактически продолжить верстку. Ну, что тебе нужно? Редактор кода? Ну, скачать любой редактор кода не проблема. Что тебе нужно? Естественно, макет. Ты открываешь облачко, там есть макет, классно продолжаешь. Если ты привязан к своему компьютеру, к своей верстке, вот здесь уже плохо. А здесь-то что? Сайт у тебя в любом случае находится в интернете, макет у тебя находится в интернете, кодишь где хочешь и на чем хочешь. Это, конечно, удобство того, что визуальная верстка находится, ну, будем считать, в онлайне. Это может быть даже отдельный плюсик, как вынесем к визуальной верстке полностью. Простота здесь вне конкуренции, мне кажется, он самый такой простой, потому что меньше всего функционала, но ты за счет этого получаешь шикарный результат. Ну и по интерфейсу тоже не намудрили. Из минусов не всегда работает, но просто они там то одно закрыли, то второе закрыли, то третье закрыли, то открыли, то его полностью закрыли. Все видел на протяжении там уже четырех лет, знаком с данным инструментом. И из таких там уточнений. Это вообще, ну, будем считать, их момент тестирования. Они там его разрабатывают и добавляют уже в готовый платный продукт, который называется Adobe Dreamweaver. Облако, естественно, ограничено, то есть туда фильмы какие-то заливать не нужно ни в коем случае. Если там, по-моему, 2 гигабайта дается, их облачко закончится, то все, пиши, пропало. Твои там новые макеты уже не поместятся. Стили, естественно, с погрешностью, то есть у него максимальная какая-то погрешность. При размере шрифта он указывает там 38,958. Это значит 39 пикселей, то есть тебе это очевидно. А экстракту кажется, что это именно так. И только PSD-файл. Вот здесь у нас нет поддержки скетча, потому что Adobe-овский. Adobe-овский привязан, естественно, к Photoshop. Brackets его не вернули и не собираются возвращать, потому что зачем? Это сильно понижает ценность Dreamweaver. А зачем тогда скачивать? Ну что, смотрим, как работает. Я здесь Америку не открою. Здесь все будет один в один. Вы нажимаете на любой блок, и он вам подсказывает значение элемента. Вот они все там. Параметры ширины и высоты. Чтобы создать подобного рода блок, вы на него нажали, скопировали все стили. Принцип у них один. Мы рассматриваем визуальную верстку. Здесь раньше работало то, что нажимаете на ширину, нажимаете на высоту, она копируется. Работала кнопочка скопировать стили и работала кнопочка скопировать текст. Сейчас у меня, к сожалению, это не работает. Тут просто надо каких-то танцев с бубнами 50 штук проделать. Вот, да, в какой-то момент они включаются, но не понимаю, не вижу закономерности. Это бывает срабатывало, если там не в папке, если я только что добавил, и, ну, сложно. По факту смысл один. Нам нужно доставать быстро стили. Поэтому вы нажимаете на любой блок, и вот они у вас там в стиле. И тоже он там определяет и текст shadow, и расположение, и высоту, и шрифта, и так далее. Вот она, настроечка по единицам, ремовским или пикселям, или мовским. То есть, смотрите, все, естественно, для нас, все, один смысл выдели и добавь. Также можно использовать там припроцессоры, если необходимо. Можно использовать там обычный CSS. И в итоге он знает все элементики на любой из них. Нажали, получили стили. И здесь уже с зашатой клавишей shift в предыдущих вариантах, нигде этого не требовалось. Вы можете узнать расстояние между элементами. То есть там просто вводишь, и ты получаешь эти циферки. Здесь ты зажимаешь shift или control даже работает. Вот те же самые 344 пикселя, которые были и здесь, и здесь. Что в итоге? То есть давайте посмотрим общие выводы, которые у нас получились по визуальной верстке и по Photoshop. Знать Photoshop действительно необходимо. Я очень много встречал вариантов, что, ну, допустим, для перегонки макета, для того, чтобы действительно, будем считать, не напугать работодателя, чтобы всегда можно было хоть что-то сделать там с макетом, например, потребуется Photoshop. Но нам обязательно необходимо идти в ногу со временем, и визуальную верстку я бы точно не откладывал в какой-то дальний ящик. Зачем? Вот просто представьте, ну, примерно. Вот, может быть, здесь есть люди, которые верстали раньше просто, а потом перешли на визуальную верстку. Вот во сколько раз вы стали верстать быстрее? Просто у меня этот показатель прям колоссальный, там, чуть ли не в три раза. Я там с этими макетами просто умирал, мне не хотелось уже их видеть просто. Ты смотришь эти расстояния между элементами, ты их как-то добавляешь, ты добавляешь стили, там, перепутал, очи пятки какие-то, все друг за другом. У тебя создание сайта занимает 10 часов. С визуальной версткой у меня точно такой же там сайт займет, ну, часа 3-4. То есть больше, чем в два раза, это точно. Вот у меня сейчас отобрать визуальную верстку, все, я буду верстать просто десятилетиями и скажу, что вообще фронт-энд никому не подходит. Добавляем мне визуальную верстку, я говорю, класс, это лучшее направление, я, не знаю, в 7 утра там просыпаюсь, например, чувствую, что успеваю пораньше на работу, мне хочется верстать еще больше. Добавить стили как можно быстрее, это нам необходимо для заработной платы, для престижа и вообще в целом. И выбрать понравившуюся визуальную верстку, ну, давайте порассуждаем. То есть лично мое мнение, то есть чтобы вы ни в коем случае к нему не привязывались, я, ну, адекватно расскажу, как мне кажется. Начнем с экстракта. Я с ним подружился очень давно, когда он работал, когда он, будем считать, функционировал на 100%, он был такой почти идеальный. Ты нажимаешь на все значения, ты можешь и в пикселях получить, и в процентах все копируется, но получается быстрее. Сейчас это чуть сложнее, то есть тебе нужно выделять, копировать, тебе нужно как-то работать с текстом, он у тебя, например, не копируется, не добавляется, тебе от этого сложнее. В итоге, если они не вернут этот функционал, то к этой визуальной верстке не очень хочется возвращаться. А в аккоде он, конечно, хорошенький, но вот с этим нужно что-то делать, то есть получается слишком дорого. Если у вас есть в компании, то да, он наше все, да, он подходит, ну, я бы выбрал действительно его. Zeppelin также привязан к нашей компании, мне в нем больше всего нравится, что он, ну, дописывает, будем считать, все классы, иногда это очень сложно там представить. Если у нас гений-дизайнер, то все эти классы будут написаны, и он даже там взаимосвязь устраивает. Здесь, к сожалению, такой простенький проект. То есть бывает, нажимаешь на элемент, и у него несколько стилей для одного текста. То есть ты нажал на элемент, здесь цифры написаны там одним цветом, а потом одна написана красным, он тебе сразу выдаст два элемента с такой дополнительной вложенностью, например. В итоге тут действительно огромная привязка вот в Москве очень часто, Zeppelin там встречая, и поэтому с ним нужно познакомиться, потому что все с ним работают, и скетчевские макеты скидывают действительно в нем. Так, давайте плюсики такие вот финальные, если все понятно по визуальной верстке. То есть сегодня не было верстки в целом, я не показывал, что да как, но, естественно, хотел разжевать, как устанавливается, как работает, и сравнить их. Так, платный, бесплатный? Так, подходит, мне больше нравится. Ну, действительно, это выбор, естественно, за вами. Есть платный? Хорошо, в любом случае. Итак, друзья, естественно, я не хотел навязать свою точку зрения. Вебинар и создан был для того, чтобы вы могли их сравнить и понять, что вам нравится больше. А может быть, даже задуматься о визуальной верстке, потому что их несколько. Но самое главное, что визуальная верстка – это не тот же самый мюз, не… Как это они называются? Создатели наших сайтов вот так вот прям бабах, и все вроде бы получилось. Конструкторы. Не конструктор сайтов. Это возможность достать из макета стиля намного быстрее. Нужен платный фотошоп? Верно, Александр? Это такое уточнение, по-моему, не обязательно, что-то в этом духе. Для знакомства? Хорошо. Как достать картинку из-под другой? Так, Григорий, ну, например, здесь у нас… Так, это не орлиное зрение, это я случайно приблизил. Вот у нас есть там картиночка или есть какой-нибудь блок, вы все это можете скрыть. То есть они все так же скрываются, работа со слоем у нас, естественно, есть. И здесь, 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 здесь. То есть, опять же, там нарезка информации, расположение у нас тоже все существует, мы можем это скрывать. То есть скрытие элементов в любом случае подразумевается. Да, сейчас можно позадавать вопросы. То есть у меня на сегодня вся информация по сравнениям. И, естественно, давайте посмотрим, кого что интересует. Актуально после полузакрытия. Виолетта, если очень понравился осет, рекомендую Dreamweaver, ну, вот на всякий случай. То есть вы открываете, там, будем считать, отдельный инструментик, и в нем есть как раз этот экстракт. То есть вот вы к нему привязались прям жизненно, окно, где-то мой ненаглядный экстракт. Это он. То есть это то, ради чего они там старались. Так, 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 какие-то макетики, макетики. Сейчас буквально 5 секунд. Вообще можно открыть, естественно, любой. Но очень хотелось где-то папку только что создавал. Вот она. Вот макет. И с ним как раз и работать. То есть, ну да, опять же, получается такая платность. То же самое. Чем хуже CSS-хат, Валерий не хуже, но он тоже, по-моему, прям совсем-совсем платный. То есть ты его даже, по-моему, потестить не можешь в фотошопе. Не знаю, по-моему, 14-го фотошопа. Бывает некорректно. Юрий, да, такое возможно. То есть там немножко тени какие-то странные. Было интересно. Хорошо, друзья. Естественно, все создавалось для вас. То есть не хотелось как-то вас перегрузить. А Adobe X для чего нужно, если распознание стилей. Если честно, не встречался, не работал с ним, но, по-моему, это для создания, а не для доставания стилей. То есть на стороне дизайнеров больше, чем верстальщиков. Лет так 8. Больше вреда. Да. Ну, подсказочка лишь в том, что вот он экстракт, вот те же самые элементы. Это точно такой же элемент. То есть вот как отдельное приложение функционирующее, ты получаешь все эти стили. Друзья, надеюсь, для вас все было это полезно, и каждый нашел для себя какие-то ответы на вопросы. То есть я не хотел затронуть какую-то тему, кто ничего не знает. Это вот уверенность, или когда ты видишь картиночку в целом. А тут видишь один экстракт, и думаешь, что это неудобно. Или ты видишь один новокодий, тебе кажется, что он платный. Ты видишь один зеплин, но ты не знаешь, как с ним работать. Вот все-все-все эти особенности, они, естественно, нас вдохновляют. И мы можем получить необходимый результат. Так, ну что, отвечаю на оставшийся вопрос, и будем с вами закругляться. Рад был со всеми повидаться, кто учился у меня, или будет учиться, или просто посещает мои вебинары. Интернет не вовремя. Можно ли нас ломаны? Виолетта, наверное, да. То есть, наверное, больше да. Очень интересно, очень интересно. Все, друзья, всем удачи, как обычно. Развиваемся, улучшаемся. Для этого и есть обучение, для этого и есть стимул. Самое главное, чтобы было интересно, чтобы все всегда нравилось, и тогда результат не заставит себя ждать. Всем счастливо, всем удачи, пока.